говоря о современном искусстве постоянно возникает вопрос а искусство или это давайте разберемся наглядно сегодня в курилке неизвестного заведения в неизвестном месте неизвестного города мы можем наблюдать выставку неизвестного художника неизвестного направления единственное что мы можем сказать что искусство это современное почему давайте посмотрим разберем детально мы здесь не для того чтобы пустословить а чтобы говорить серьезными аргументами и так возьмем указку стряхнем пепел и начнем рассуждать что мы видим это небо которое проливает на нас свой солнечный свет и дарует нам вдохновение вот в этом кусочке вот в этом вот как можно сначала подумать плевочки и выражается вся композиционная суть этого произведения все здесь как бы стремится к этому кусочку к этому плевочечку да то есть здесь мы видим как развивается гроза на заднем плане но это вихрь вдохновения который рождает точку соприкосновения с реальностью здесь снега и мертвый человек вы видите здесь вы видите это явное изображение мертвого человека возможно это автопортрет художника и это третий глаз который открылся в неправильном месте образовав черепную травму сквозное отверстие в лобной доли что привело к неминуемой смерти конечно же художника но спасибо ему за то что он оставил это произведение которое конечно же говорит нам о том что как близко к краю ты бы не находился не забывая о том что ты творец перейдем к другому произведению того же возможно художника а может быть и другого что мы можем здесь сказать об этом да то есть как опытный искусствовед закончивший не одно я вижу здесь определенного главного персонажа но увидеть его можно дорогой оператор пожалуйста подойдите сюда только с этого угла то есть только с этого угла мы здесь можем разглядеть да явное очертание губ мы здесь можем вот увидеть эти глаза этот нос да то есть это сразу понятно индеец пробирается сквозь джунгли кровавые джунгли он бежит от колонизаторов он бежит сквозь жизнь сквозь смерть сквозь голубиный помет струсиные яйца он давит он бросает все он спасает свою семью вот это под под и кровь которые льются по его длинным белым волосам он уже живет не первые десяток лет и это картина о стремлении о жажде жизни о том что нужно всегда стремиться вперед несмотря ни на что вы видите насколько сосредоточены его губы здесь вы видите насколько он жрет эти джунгли просто он хватает зубами лиан и вместо мачете разрезает их для того чтобы спасти свой народ никто не знает получится у него или нет перейдем к последней работе которая представляет из себя лодку смерти которая естественно плывет по реке стикс но что мы видим это влюбленные это редкий случай редкий случай когда люди смогли выполнить свою клятву о том что они будут любить и до тех пор пока смерть не разлучит их но умерли они в поэтому мы можем видеть это на из прекрасной работе замечательно неизвестного художника собственно то о чем гласит замечательно вот это вот наше вот все что мы хотим спасибо вам большое за ваше внимание это был краткий экскурс на современное искусство от меня сербский журналист оваком я в нем не был специально для попиздата